Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на нашем зимнем объекте, на котором мы будем монтировать гибкую черепицу. Вообще у нас здесь в целом объект это реконструкция кровли с утеплением, с заменой пленок, с заменой каких-то деревянных конструкций. Сейчас немножко хочу вам рассказать про этот объект. Тот участок кровли, на котором я стою, здесь мы уже нашили USB толщиной 12 мм. Распилили ее на 5 частей. Вот видите, такие небольшие сегменты. Раньше USB вообще не нужно было пилить. Сейчас мы пилим ее на 5 частей, для того чтобы уменьшить линейное расширение материала. Вернее, сперва как было? Сперва не нужно было пилить, потом нужно было пилить на 3 части, сейчас нужно пилить на 5 частей. Идем в тенденции со строительным рынком. Здесь у нас идет диффузионная мембрана Delta Max. Здесь вот у нас участок, где идет ендово. Идет целиковый кусок, как вы видите. Вот здесь вот он приклеен. Подняться дальше. Вот там он приклеен, и здесь идет вот отдельная такая часть. Вот для того, чтобы у нас ендово была максимально закрыта вот этой пленкой. Мало ли, может быть, какие-то протечки она будет страховать так, чтобы у вас точно в правильный пирог ничего не попало. Все стыки у нас в пленке диффузионной мембраны проклеены. Под контррейки. Контррейки вот этот вот брусок 50 на 50. Под ним у нас идет специальный уплотнитель. Называется Delta Shaumbant. Вот здесь у нас есть небольшой сложный участок. Сейчас мы будем его решать, как делать. Здесь у нас мансердные пленки. Нужно будет правильно приклеить пароизоляционную пленку. Утеплитель у нас УРСА Terra. Скатная провля. Сразу толщиной 200 мм. Вот так вот она уложена. Здесь вот. Так, что у нас еще интересного? Здесь вот у нас идет пароизоляционная пленка Delta David GP. Мы здесь, ну, в том числе и меняем пароизоляционную пленку на новую. Прижимаем ее специальной планкой. Прижимной. Вот такая вот планка у нас. Под этой планкой у нас идет клей Delta Tix. Со всех сторон. Сейчас я вам попробую показать. Вот видите, она приклеена. Вот он белый. Это акриловый клей Delta Tix. И прижимаем этой планкой, чтобы у нас эта пленка никуда не улетела при монтаже. И дальше укладываем утеплитель, вот который там в кучу навален. Это уже вся такая раскатная кровля. Здесь вот у нас идет брезент кровельный. Спасаемся от снега. Там еще виспо не уложили. Чтобы постоянно снег не чистить, положили вот этот брезент. Чтобы проще было снимать снег. Крыша в общей сложности 200, не, вру, 400 квадратных метров. В этом месте у нас есть труба. Видите, гидроизоляционная пленка заведена на трубу. И здесь вот, сейчас я перчатку сниму. Если посмотреть, она проклеена клеем. Конечно, можно было немножко больше завести. Может быть, я, ребят, попрошу дополнительно еще пленку приподнять. Вот это у нас труба фанового стояка. Отсюда прям уже такой запах. Вот. Ее мы будем менять на вилковскую трубу утепленную. Без колпака. Будем ее ставить, чтобы не было обледенения вот здесь вот. Если сюда поднять еще чуть-чуть выше, вот так вот у нас выглядит та кровь, которую нам предстоит еще разобрать и провести точно такую же процедуру, как как и здесь. Вот как-то так вот в двух словах. Продолжение следует...